всем здравствуйте меня зовут ирина город санкт-петербург это моя дочка анастасия сегодня мы хотим показать то что дочь у меня приобрела в подружки да и не только в подружки и на сайте магазина nyx косметик соул ну давай показывай столько всего интересного сказать целая такая корзинка всего но сначала скажу о том что дочь и мне вчера подарила это у нас блеск да нет это не блекс не блеск это а бальзам бальзам я его намазала вообще шикарно эти ощущения такой какой-то прохлады но обалденное ощущение вот прям ну . моя скажешь что и заживляет да какие-то грещины очень хорошо вот очень быстро у нее зажили что тебя были потрескавшие у меня была огромная рана вот тут вот которая не заживала уже не помню сколько лет за неделю не это было периодически и кровоточила тоже но это ограниченная коллекция поэтому стоит почти 360 рублей поэтому бегом за ней пока не закончилась да очень приятно ощущение ее можно также под помаду под матовую помаду а я вот сейчас нанесла под эту она мне не матовая потечет скоро посмотрим заодно ну давай показывай начнем с них так то ты показывал уже вот эту тональную основу то что ты мне подарила это было не этот самый этот это тональная основа в самом светлом оттенке она очень жидкая прям как водичка и проблема была в том что она вставляет огромные пятна и разводы я думаю что зафигня вообще почему такая дорогая тысяча рублей стоит 13 миллилитров ну ладно но ее намного хватает потому что она очень жидкая и плотность покрытия от среднего до высокого и проблема была в том что никс выпустила к этому тону вот такую кисточку сколько стоит кисточку я купила за ну там со скидкой ушел на 800 но вот сейчас она стоит от 1000 до 1000 полторы обалдеть это ну разорение ей наносится просто потрясающе любой тон я пробовал и особенно вот это вот этот просто потрясающе ложится но это тональная основа не для лета не для жары на потечет когда жарко то есть надо осень и зима и весна вот потрясающе тональная основа а вот для лета ну лет вообще лучше не кратит то есть получается что без вот этого тональник лучше и не покупать правильно да потому что будет разводы пятна это ну тем более она очень быстро засыхает и кисть очень быстро ей может размазать все что надо то есть это тональник или основа тональная основа тональная основа кисть работает с другими тональными основами поэтому она универсальная плотно достаточно набита и не впитывает себя много основы дальше это натурально кстати я знаю хорошо ложится вот это нет она синтетическая ой какая да она очень мягкая и как говорится днем убить и невозможно так тушь от никс но он не тушь ой тушь пудра пудра hd studio она господи как что называется минеральная и финишная без без цвета на прозрачная а что очень мелкого помола она закрепляет макияж и не дает сильно спитывает осавы и желез то есть ты уже жирной кожи для пользовалась даже верный комбинирует как она не это очень хорошо она не видна принципе делать все что они написаны и и сочи намного 6 грамм и очень надолго хватит она очень мелкая она стоит она дорогая восемьсот рублей как все дорого нет цель это бюджетная косметика все где она бюджетная ты знаешь сколько шанель стоит от пудры мы можем с тобой поспорить она не бюджетная сеть ну дальше основа под тени часто за чаник чтобы тени не скатывались не держались через час держались носибельности вот они вот такие внутри они блестящие да то есть матовые тени нанести то есть они не будут блестеть они лучше вот под шиммерные тени все-таки не блестящие которые жидкие нет под любые любые тени они а что такое шиммер на примере они с блестками с мелкими и крупными но крупные блестки волосы биться под глаза поэтому их лучше убрать не так в принципе все что говорится то она и делает но есть и получше базы по тени ответственность они стоят там 300 рублей анимату они очень хорошие но в их тяжело найти на что их разбирает постоянно а это сколько стоит 500 но я надолго хватит ну то есть там меньше да получается нет нормально который за 300 рублей там вот такая баночка еще больше нет но ты там вытаскиваешь из нее как из но она вот в таком стиле понятно как как тушь как и все консилеры и всем дальше палетка теней тоже от них цвета просто офигенные как раз на осень вот видите есть матовые растушевочные базовые и вот это тот самый крайний хайлайтер очень да он очень-очень яркий у меня больше всех выцепилась вот как блестит очень хорошо конечно еще очень красивый цвет даже хайлайтер или тени но это в тени хайлайтер то есть он использовать под под бровь не у меня вас еще вот этот вот цвет у меня очень благородного видного оттенка красного осень тоже такой же есть вот и рядышком это вот это как раз видно близко лично не сказал что это коричневый это фигни все-таки ну темнее вот этот а вот этот золотой но тут блестящий на то очень красиво универсальная палетка и для вечернего для него макияжа подойдет то есть и вот с этими всеми цветами на то что уже сейчас на глазах это вот эта палетка это поближе потому что так не видно ну на камере принципе не вот и вот задираешь она даже глаз под камеру на кайса три раза ярче ну да а вот а черного здесь нет нет черный ну давай тогда показывать не очень и все блеск от них сглос это для губ дает для куб она почти не липнет но волосы к нему липнут он такой прозрачный поверх любых помад можно носить ну либо так кому нравится принципе должен такая фигня находиться в косметичке и далее также в подружке подарок там на какую-то сумму покупаешь это с подарок либо жидкий хайлайтер либо спрей-фиксатор макияжа я выбрал спрей-фиксатор это для каких-то там вечерних или куда-то нам долго нужно поехать ну попрыскался и все он стоит на веке как-то на века смывать то есть ну не смывать можно но он такой достаточно очень стойки ничего не потечет да то есть даже вот это вот если потечет это удержит лето мне кажется ничего ничего не удержит на смотря на какой у меня ничего не даже вот это не ясно то есть вот так дальше это идет мэйбелли мэйбелли есть еще вот такой их знаменитая тональная основа решила попробовать недавно самого светлого оттенка она от легкого до среднего плотности покрытия на коже почти что не видно ну из-за того что она пора иногда немножко тушует в принципе хорошая основа достаточно бюджетного а пора не забивает все забивает пор и такая же есть у них консилер но консилер мне пока не нужен поэтому я не пробовала и вот такая пудра тоже сама светлого оттенка ближе к розоватому тамец к 104 номер то есть сразу предупреждаю мне дочь берет для кожи все самые светлые тона самый светлый вот этот вот так прям до меня уже светлая пудру самый светлый то есть она берет самый-самый-самый светлый тона а то что не получается светлый потемнеть дальше тоже мэйбеллин их безумно стойкие матовые помады я взяла два самых светлых оттенка это 10 и 05 их растереть можно только аду либо двухфазной проверяли либо гидрофильным маслом они скрести не скрести это очень тяжелое зубами со скрести неприятно пахнули легко наносится с ними нет проблем вот опять же если на долго куда-то уходите они ешь вот эти два последних поближе нет она такие красивые ей подходит мне нет это для светлых до светлых кожах это самое то вот этих два оттенка там есть показала не какие-то названия номера покажем я же показала показала на лист и dreamer то есть вот этот розовый это десятый номер а такой нюдовый бежевая да это пятый номер то есть вот такие если вы куда-нибудь уходите там перед на пару часов то лучше это не носить ну да если на целый день очень приятно и зимой лучше то с большим бальзамом количество бальзама каким как вот это вот кармакс либо другой кармакс потому что очень сушит и они могут трескаться еще что-то но зимой не стоит это на лето точно не потечет а там удар соленой воде это не потечет это ничего не убьет я не знаю жалеешь ты купил или нет в принципе ну ладно дальше это тоже помады но у нас по секунду а сколько они стоят они недорогие что по 400 по 300 рублей я брала вот но они того что действительно и матовый цвет очень красиво дает я пробовать не было их не снизу потому что еще на учебу следующий то помада уже от лориаль новая их коллекция шоколадная так называется шоколадный почему шоколад все правильно потому что они пахнут шоколадным даже не сами шоколадом шоколадным печеньем первый оттенок это 848 доза какао называется такой красивый он нюдовый такой бежевый цвет опять для светлокожих подойдет она матовая пахнет просто конечно потрясающе никакой какие-то настоящий кекс шоколадный да а с другой стороны она не в нюхаешь нюхаешь ты правильно жрать еще нюхаешь эту помаду и есть постоянно хочется между прочим эти не 848 крайний ближе покажи опять же для светлокожих да я попробовала мне вообще не подходят они не такие стойкие как от мебели можно смыть обычные жидкости снятия макияжа но водой ну водой это не тоже как все в основном матовые помады они тяжело смываются но ее можно съесть запросто ближе карту они смываются также такой красный цвет 864 такого благородного красного красивого оттенка не вульгарного вот ну думаю те кто связывался краску мою не знаю ну да он не такой яркий как вот тут вот такой вот более темного как будто кровь артериальная нет венозная венозная да очень красивый цвет на выход либо еще куда-нибудь ну красиво это красиво на губах она когда вчера накрасила показал мне уже после муна никуда не собиралась но действительно куда-то на выход куда-то пойти соответствующая воде одежды не просто нет можно даже элементарно не красить глаза если во впадлу тени там тушь и лана красить с красной помадой что все и одни губы акцент на глаза или на губы но это да это понятно достаточно просто но если они смотрятся вульгарно но я считаю мне кажется просто так например спортивная куртка там нет это надо пальто это какой-то надо можно даже не накрасить действительно но как тут вот представительный и вот эта помада выглядит просто соответствующий красному телу да очень классная кисточка на внутри с таким выпуклостью то есть в пуклостью наоборот и этот острый уголок легко очень сделать контур без кисточек на стороне прибегая ну вот они подсохли уже все четыре матовые помады выглядит очень красиво конечно они подсохли мне кажется вот это последнее не высохло еще лучше не до конца ну так как она темная она будет дольше сохнуть так дальше а стоят они 600 рублей каждая да они дорогие но они того стоят они лучше чем мэйбелин они очень классные ну честно скажу мы были мне вообще как-то вот раньше но лореаль сейчас поднимается с колен так сказать очень есть очень если выбирать я выберу лореаль нежели мэйбелин потому что раньше мэйбелин изначально как только она появилась не нравилась помада потом она стала растекаться не держаться то есть честно скажу я я очень долгое время вообще косметику ты не покупал судя по блогерам это первая бюджетная помада с запахом 600 рублей бюджетная от без лореаль это бюджетная как хорошо а я с маркета это три саджет на и если сравнить 300 и 600 то что продается масс-маркете все бюджетно значит сколько стоит помада от например лайк край такая же матовая ну давай 1700 хорошо но ведь есть же такие и вот в этих магазинах продаются и так вот шанель ланком живанши это потом правильно так вот они же продаются вот этих вот магазин нет как это шанель вот продается а в ревгош нет масс-маркет имеют другие магазины там например лента окей понятно ясно это я темный лес кстати в литуале сейчас у них такая акция второй аромат в подарок ритуале да мы не щеброды поэтому пройдем сейчас духи стали вообще очень это же бюджетная косметика сейчас так я нанесла бальзам и сейчас нанесут эту помаду мне как раз нужно нанести это ты какую которая светлая да такой оттенок достаточно повседневный приятный ощупь поначалу немножко склеивает губы но это совсем немножко не считается потом подсыхает все хорошо как портоносится все устраивает дальше и вен сабо такие черные тени они очень пигментированы ими стрелку можно нарисовать сразу немножко так повозила не так наносить очень плотные да не до плотная почти что не сыпется мне очень понравились стоит там 100 чем-то рублей очень много сколько то есть вот это три с половиной грамм вот это бюджетная косметика ну я с собой не все хорошее между прочим все хорошие нет не все хорошо теперь при я собой то что хорошее у них есть золотая серия туши их там штуки 4 вроде разных есть варианты но вот я выбрал вот эти вот они больше понравились покажи это сейчас покажу поближе первое это жалюз такая пластиковая с силиконовыми ставочка кисочка очень удобно ей она разделяет хорошо приподнимает к опять же после завивки ресниц без нее она ну как и любая туру очень хорошая стоит там 300 чем-то рублей она очень удобно носить также 2 это кабаре премьер не видно отсвечивает ну кабаре премьера она одна такая так в черном оттенке на там разные оттенки черные тоже щеточка похожая она она водостойкая и и хорошо фиксировать этот загибок и ресниц после завивки загиб ну да только опять же она когда новенькая она будет течь и научно жидкое очень не будет как будто бы песни сюда длинные но не густые густоты как-то не прибавится ну здесь например щуточка мне нравится больше потому что здесь вот эти ворсинки сами нет щуточка лучше там я говорю по своему мнению ты не пользовалась нет ну так внешне все внешне логике не разделяет на чесничка я сказала же нет 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 лучше неважно не в этом суть только и чтобы она она чего такая вот гнется да легко сгибается тоже очень удобно и чтобы она давала густоты на должна ли его постоять так ну неделю в не в открытом положении но открыли ее засунули обратно и все она стоит воздух запустить туда либо перед покрашиванием подержать ее подуть и что подойдешь посох и начала краситься что мне было совсем жидкая вот вот она держит загибок как раз хорошо загиб да но опять же жидкости макияж должна быть сус специальная то есть так и не смыть точек не так и не смотрю водостойкая тушь это не водостойкая но вот она сейчас у меня как раз подсохла очень хорошо спустя месяц она у меня посохла просто смотрят а то сейчас накрашена чем ею золотая жалюса ну по ней сложно судить у нее свои ресницы обалденные длинные густые и наполовину белые ну и неважно главное что понимаете она есть база а уж базу хорошую накрасить это без проблем когда база нет когда три реснички такие смотрите или они как-то так вот-вот выросли непонятно криво кос ну понятно там варит уж хорошая что не два вида зубчиков видишь маленькие такие виде расчесочки и дальше силиконовые коротенькие от 1 силиконовые коротенькие на наносит тушь а вот вы поднести поближе потому что мне не про не видно это надо луком брать не луком надо брать это потому что зрение плохое поэтому ну не видно было тебе охотно верю хорошая память еще несколько видов но мне понравились на эти все все ну все вот и обзор косметика конечно много а шампуни а шампуни еще в процессе да в общем мы сначала на себе исполнилось и попробуем красивый красный и спробуем на себе но это не совсем красный но исправим на себе шампунь и уже скажем какие не это китайские да один эти китайский другой французский вот и уже расскажем уже более знаете уже как лица будет сформирован сформировано но у нас мнение об этих шампунях и покажем и расскажем поэтому всем спасибо за внимание огромное спасибо что зашли на мой канал большое спасибо те кто подписался кто со мной давно пишет комментарии огромное огромное вам спасибо жалко кто не пишет но им тоже спасибо что заходит просто смотрят я кратко стараюсь красно желаю вам огромной огромной удачи удачи во всем и все что есть удачи в здоровье чтобы быть в этом тоже удачей чтобы быть здоровым ну и дабы не задерживать она не любит болтовни лишний теплой хорошей осени мирного неба над головой дружба между народами уважение взаимопонимания между разными веры исповедания всем до свидания до новых встреч пока